Доктор Фрейман, я надеюсь. Лаунчер игры, ссылка на него будет в описании. Дальше в самом телефоне создаем папку srcang. Я делаю это через свой ПК, можно сделать через менеджер файлов на телефоне. Дальше надо скачать кэш игры, ссылка на него также будет в описании. И кидаем этот кэш в нами новую созданную папку. И все, игра должна запуститься. Естественно Half-Life 2 не предназначен на весь мой экран, поэтому придется играть с большой черной полосой в углу. Честно, я прошел первый и второй Half-Life на видосах. То есть сейчас я впервые запускаю Half-Life, и это именно Android. Давайте, подождите, что там в Options? Тут даже есть настройки графики. Тачскрин здесь работает, но кнопки маленькие, очень тяжело пытаться попадать своими пальцами толстыми по этим малюсеньким областям. Я думал, в настройках можно язык найти, но что-то я не вижу русского. Ладно, русского я не вижу, давайте попробуем, ну все, запускаем New Game. У нас три главы, нажимаем, естественно, первую и Start New Game. Я так понимаю, портом занимался один чувак, он это все дело портирует, но там есть какие-то ошибки в игре, графические ошибки, что-то не... В общем, сейчас глянем. Да, тут одна из таких неприятностей, это, конечно, огромные-огромные вот эти значки действий. Я понимаю, как еще так любительски портировать игру со всем управлением ПК-шным. Ну и у нас появляется, естественно, Джиммен. Шикарная картинка, то есть на телефоне прям вообще шикарно выглядит. Если что, да, ну, нет, действительно, это на телефоне играет. Еще портирован портал, я, может, про портал сделаю отдельное видео. Пишите, сделают ли там видос отдельно про портал, стоит ли этого ваше внимание. Ну, а пока что, да, давайте пройдемся по вагону и пока все шикарно. Немножко подлагивает. Ренси Югер, он. Какой-то мужик. Я реально ждал, когда, наконец, Half-Life 2, нормальность хоть какой-то сделают порт на телефон. Когда он, наконец, на телефоне покажется. Но это делают уже любители, реально. Ух ты, блин, как шикарно ты на телефоне. Ладно, давайте пойдем дальше. Честно, я все-таки не так хорошо знаком с сюжетом. По-любому есть люди, которые проходили и знают больше меня в Half-Life, поэтому, извиняюсь, что-то неправильно скажу. Как все, может стримчик сделать по прохождению Half-Life 2 на телефоне? Half-Life 1-й-то уже давно можно было поиграть на телефоне еще, прям, сколько? Лет 5, наверное. Ну, вот, а нормально так поиграть и во второй. Только уже сейчас. Ко меня обыскивают? Че, че-то толкаешься? Ладно, ладно, ладно. Сюда пойду. Типа за тобой идти? Ну, ладно. Я тебя послушаю. Че там такое? Ладно, я не подглядывал. Ну, че-то я не хочу сюда заходить. Меня вот эта кровь немножко смущает. А, ладно, пацан, ты типа за нас. А, Барни с черной мессы. Видимо, нам очень повезло, и нас встретил тот нужный человек. Здесь, как видите, нету стика движения. То есть движение полностью тачскриновое, именно на экране. Надо двигать пальцем на экране. Зачем я сюда поднялся? Я могу двигать все коробки. Вау, это неплохо. Да, физика... Ну, в принципе, Half-Life тогда я и славился своей физикой. Надо через окно сбежать, наверное, нет? Да, вот сюда выпускаем. Правда, на управлении, на кнопках этих, это было немножко неудобно. Ага, все, туда. А, подожди, пацан, ты чего? У меня же оружия до сих пор нету, я ничего не нашел. Сука, там монтировку, наверное, где-то забрать надо было. Да у меня оружие... Сейчас, секундочку. Ладно, коли он нас бьет, можем сюда пройти. Я не знаю, правда, я не проходил сам, поэтому не знаю, куда точно надо идти. Пойду я сюда. Ну, окей, мы выбрались на улицу. Перед нами даже такая главная открытая локация. Так, прыгнем. Поднимемся. Ну, вроде уже потихоньку привыкаешь к управлению. Да хорэ, меня считывать, я нормальный пацан. Надо первым делом, надо будет действительно найти какое-нибудь оружие. Вот такое чувство, как будто бегаю голым. Вообще, конечно, игра шикарная. Ощущается и играется просто на ура. Главное, найти какое-нибудь оружие побыстрее. Я хочу просто боевую систему заценить. Че, че ты хочешь? Понятно, не зря я сюда пришел. Сейчас меня угрохают. Но я в другое место не смогу, мне именно так надо идти. Давайте сейчас быстренько тогда пробежимся. Побежим все. Ну-ка, за мной гонятся. Мне помогают? Люди мне помогают. Я, наверное, здесь какая-нибудь знаменитость. Так, мы дошли до крыши. О, освещение просто шикарное. Давайте прыжок. Бега дня по крышам пошла. Меня, походу, где-то стреляют сзади. Хоть бы не сдохнусь. Сейчас по крылечкам вот этим бегать. Пока получается какой-то ранен. Давайте, наверное, внутрь залезаем. Да, мы пришли, непонятно. Ай-яй-яй. Ладно, ребята, ребята. Сука. Так, я слышу голос, по-моему, Алик. Фух. Я так рад тебя и видеть. Ладно, здесь сюжетная идеология. Жалко, жалко, что они, правда, на английском. Да, я понял. Твой отец работал со мной в Блэк Миссии. Гордон Фриман даже ни разу за всю игру не скажет ни слова. Да, здесь, как и в первом Half-Life, дофига вот этих загрузок. Она мне купит попить. А, ладно. Тоже сойдет. Я так понимаю, мы встречаем ученого, которого видели в первой части. О-о-о, наш старый костюм. Хэ-хэ, это краб. А, это и был Ламан. Отличная идея держать это создание, как собачку. Ладно, главное, что мы сейчас сделаем, наденем наш старый добрый костюм. О-о-о, у нас фонарик появился. По-моему, отец Алекс. А-а-а, надо вставить штепсель. Да, нам показали работу телепортатора. Спасибо. А то я думал, как телепорты работают. А, теперь давайте мы телепортнемся. Нервирует меня этот глазик. Хэ-хэ, хэ-хэ, хэ, 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 хэ. Ну, смешно. Конечно, все пошло, как всегда, не так. О-о, Олег. Ну, мы видим там одного из данных ложек. Короче, поносило нам по разных местам. Блин, да хоро на меня зырит, мне что-то раздражает. У меня до сих пор нет никакого оружия. Я не помню, когда я монтировку получу. Да, спасибо, наконец-то. Ну, не пригодится. Боже, у меня появилось первое оружие. Ну, давай теперь посмотрим на удары. Ломаем эти палки, херам. Аллилуйя, свобода. А, наконец-то я вам втащу. Ауч. А, хоро, палите, пистолета там у меня-то нету. Музычка тоже кайфовая, господи. Да, Half-Life была в свое время шикарной игрушкой. Все это разблокируем. Отлично, выбрались. О, боезд. Таки по вагону. Заберемся наверх. Отлично. Ау. Интересно. Приходится реально сражаться. Гребаная монтировка. О, да, первый пистолет. А, вот и пошли такие, да, жесткие баги. Ну, это не смертельно. Да, стрелять, наверное, не так приятно, потому что, да, каждый выстрел сопровождается потемнением на экране. Понял. Вот сюда. Да, от того, что, знаете, кнопка рядом, ну, я направляю же экран пальцем, и кнопка стрельбы рядом, и поэтому я буду постоянно терять патроны на этом, случайно нажимая на кнопку стрельбы. Давайте взорвем бочки. Да, вот такая здесь анимация взрыва. Ну и ладно. Я же могу по бочкам высадить. Давайте, возьмем эту чпу. Не кафу. Бежим, бежим. Ну, логично, наверное, сюда. Меняем на монтировку. О, я взял хилочки и, по-моему, броню или что-то. Проблема в том, когда я стреляю, и когда враги стреляют, все время происходит затемнение экрана. Господи, в Call of Life и Хару вообще шикарная музыка. Так, добрались до водички. О, пацан, здорово. Тебе не надо убивать? А, здесь пришельцы уже работают, по-моему, вместе. А, ничего себе, он типа меня хилит. Или броню восстанавливает, ну что-то такое. Ну что ж, в принципе, я пока на этом закончу. Играется просто обалденно. Да, вот эти графические баги. Но пока что проблем, в принципе, особых не было. Надо, наверное, проходить дальше и смотреть, как игрушка будет дальше играться. Вот, допустим. Сейчас с этим огнем ни хрена не понятно. И, может быть, ребят, я на стриме попробую, попробую пройти Half-Life 2 на андроиде. Пишите, хотите ли вы, не знаю, дальше видео о портале или стрим по Half-Life. А ссылка на все будет, как обычно, в описании. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комменты, как вам порт. А с вами, собственно, был Фомикс. На этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.